Портал деталей. Главные новости Израиля и мира. А сейчас мы поговорим о ситуации, о дипломатическом конфликте, о дипломатическом напряженности, которая продолжается между Германией и Россией. Потом поговорим еще о беженцах, российских беженцах, о том, кому предоставляет убежище Германия, кому нет. Ну и о открывающейся конференции по разминированию, точнее по минным полям, которая тоже будет проходить в Германии. Итак, на связи с нашей студией из Германии Евгений Кудрич, журналист, наш коллега и Давид Эдельман из Тель-Авива, точнее из Решон Лициона, израильский политтехнолог. Привет, Давид. Привет, Евгений. Здравствуйте, Александр. Итак, давайте начнем с дипломатического, так сказать, конфуза. Ну мы знаем, что был обмен, так сказать, ударами, были высланы дипломаты с обеих сторон. Что происходит сейчас? Но сейчас речь идет уже о том, что Москва объявила о том, что будет сокращать не только дипломатов, но и сотрудников разных учреждений, в частности Гёте-институт. Это институт по изучению немецкого языка в разных странах мира, в том числе он есть и в России, не только в Москве, в Санкт-Петербурге, по-моему, еще в крупных городах есть филиалы. И посольство ФРГ раскритиковало ограничение германского присутствия в России, из которого вынуждены уехать даже сотрудники Гёте-института, о чем я сейчас сказал. И посольство Германии и Москве назвало эскалацией решения российских властей ограничить численность сотрудников германских представительств в Российской Федерации. Жень, то есть это не дипломаты, это сотрудники культурных учреждений, условно говоря, культурно-образовательных. Да, но тут надо внести такое примечание, что такое институт Гёте. Это не только центр по изучению немецкого языка за пределами Германии. Вот, допустим, в Тель-Авиве тоже есть институт Гёте, находится в центре Тель-Авива. Там есть шикарная библиотека на немецком языке для людей, которые читают и интересуются. А там же есть планирование различных мероприятий по культурным связям, по распространению немецкой культуры и так далее, и так далее. Институт Гёте – это просто, в принципе, дипломатическое представительство немецкой культуры. Но это как российский культурный центр, который есть в Тель-Авиве? Нет, это более круче. Это меньше зависит от государства, не зависит от государства. Это частная общественная организация, не государственная, которая может себе позволить то, что она считает нужным, которая занимается четко только культурными вопросами. То есть не как российский культурный центр, который традиционно, и не только, наверное, в Израиле, возглавляется людьми, у которых под пиджаком просматриваются погоны. Это не секрет, все об этом знают, в том числе израильские спецслужбы. Евгений. Да, ну я согласен с Давидом, что это больше, чем просто изучение немецкого языка. Но дело в том, что как раз в последнее время изменились правила, когда для иммигрантов и для немцев-переселенцев нужно сдавать язык и нужно именно сдавать в ГЁТ-институт. Потому что если ты принесешь сертификат какого-нибудь местных курсов, то они их не зачтут. Так что здесь еще такой момент был очень важный для потенциальных эмигрантов и переселенцев немцев. Но мне кажется, что здесь речь идет, кстати, не только о немцах коренных, но еще и о россиянах. Потому что в этих институтах, в ГЁТ-институтах работают не только немцы, но и преподаватели немецкого языка, российского происхождения. Таким образом они тоже потеряют работу. Да. Евгений, что происходит сейчас? Это наша с вами, так сказать, любимая тема российских беженцев от войны. Так сказать, уклонистов от армии, дезертижев, называйте их как угодно. То есть продолжается поток беженцев или он сейчас несколько ослаб? Что происходит с предоставлением убежищ? Как развивается этот процесс? Да, я знаю, что это ваша любимая тема. И цифры просто фантастические в кавычках. То есть было рассмотрено почти 2500 обращений. Из них получили только 55 положительных решений. То есть это, если перевести на математический язык, это 2,2%. То есть мизер. То есть это просто капля в море, если не меньше. И возникает вопрос, почему люди получают в основном отказы. Я уже много раз говорил о так называемом Дублинском соглашении. Но в данном случае это выглядит, мягко говоря, как издевательство. Потому что попасть сейчас в Германию напрямую просто нет возможности. Нет прямых рейсов из России. Поэтому все равно человек, если он из России, он будет попадать в Германию через третью, а может быть через несколько стран транзитом. А закон суров. И, кстати, если бы его применяли к сирийским беженцам, вот мы с вами раньше эту тему поднимали, то ни один бы сирийский беженец не должен был оставаться на территории Германии, потому что они все попали через третьи страны. Но тогда глаза закрыли, сказали, ладно, вас много, мы не можем уже так следовать буквы законов. Но в этот раз с российскими беженцами более жестко поступают, потому что ссылаются на этот дублинский механизм и говорят, раз вы приехали условно из Австрии или откуда-то еще, значит, у вас нет никаких юридических прав подавать заявки. Это первый момент. Второй момент – это причины и основания для того, чтобы получить политическое бежище. Вы знаете прекрасно, что нужно доказать, причем с документами, не просто так на словах, что вы подвергаетесь каким-то репрессиям. И это действительно так, это не просто ваши какие-то фантазии, и нужно доказать это документально. То есть у вас должны быть какие-то или аудиозаписи, или видеозаписи, или какие-то скрины переписок, или что-нибудь еще такое. Это политическое бежище. Но многие поехали от войны, чтобы не участвовать в войне, и стали дезертирами или уклонистами. Это, кстати, разные совершенно вещи, потому что дезертир – это, вы знаете, кто уже получил повестку, кто уже должен идти, а уклонист – это тот, кто уклоняется, еще потенциально он может даже не иметь эту повестку, или он входит в состав военнообязанных, которые должны быть поставлены на воинский учет. Так что перспективы, по-моему, очень такие туманные, хотя, насколько я знаю, что люди, даже получившие отказ, их никуда не девают, они остаются на территории Германии. И еще, насколько я знаю, они могут подавать апелляции, и услуги адвокатов здесь для них бесплатны. То есть государство выделяет адвокатов, и можно подавать апелляции, ну, смысла большого, может быть, нет, только потянуть время, но шансы очень маленькие, что могут пересмотреть время. У вас появятся какие-то новые данные или доказательства? Вряд ли. Ну, доказательства могут появиться, за это время может там несколько повесток прийти людям. Но дело в том, что мне кажется, что я тоже активно, так сказать, мониторю эту ситуацию. Я разговариваю со многими людьми, которые находятся сейчас в Германии в ожидании решения своей судьбы. Дело в том, что даже те, кто получил повестки, это тоже еще не является, как мне объяснили, основанием для предоставления политического убежища. То есть нужно непосредственно участвовать в каких-то акциях, быть там задержанным, или там арестованным, или еще что-то. А все остальное называется уклонистом. Я просто, так сказать, вступаю в некую дискуссию с моим немецким коллегой. То есть вот просто получение повестки, это еще не является, то есть человек является все равно уклонистом, а не дезертиром. Для сирийцев это являлось? Сирийцев оставив, сирийцев, арабов там и прочих, то есть им, их всех пачками брали, то же самое было в Израиле, когда там беженцев там из Эритреи, и отовсюду, да, то есть они тоже прибегали через третью, через четвертую страну, и ничего, никто, так сказать, все на это закрывали глаза. Но на самом деле ситуация действительно странная, потому что людей достаточно много, этих, которые ожидают, складываются впечатления, что действительно тянут время, то есть им не предоставляют статус беженца, оттягивают сколько могут вот эти самые интервью, то есть человек должен пройти минимум два интервью, им продлевают там снова на полгода местный аусвайс, через полгода делают интервью, снова продлевают этот аусвайс, и для того, чтобы решают ничего не решать. То есть такая странная несколько позиция, и вообще как к ней относятся в самой Германии? Ну, мне кажется, что тут действительно нет четкости, и вот то, что им, у них все равно какой-то статус есть, вот вы только что сказали, что им дают временный вид на жительство, все равно продлевают на год или на полгода, после первого интервью им дается право на работу. Да, и они легально живут на территории Германии, абсолютно легально, и то, что вот им продлевают, понимаете, у меня такое ощущение, что ждут действительно развития событий, которые происходят на фронте, и потом когда, но дело в том, что к России это же не имеет отношения, если бы это украинские беженцы, это один разговор, но в России ситуация вряд ли там изменится в политическом каком-то ключе в ближайшее время. Поэтому, но шансы вот этих уклонистов или дезертиров очень низкие на получение именно политического убежища, потому что я уже сказал, что получить политическое убежище нужны веские основания именно преследования, не то, что ты получил повестку, да, ты получил повестку, но тебя никто не преследовал, а если у тебя какие-то, ты являешься гражданским активистом, ты ведешь какую-то общественную жизнь, ты действительно выходил там на какие-то акции или еще что-то, вот в этом плане сложно. А то, что касается вот этих уклонистов, то им приходится просто ждать своего часа, и я не вижу никаких перспектив, что ситуация изменится, и они получат вот этот какой-то хотя бы временный статус и могут себя чувствовать как-то более-менее спокойно. Но пока ничего не происходит, статистика говорит о том, что просто чудом можно получить вот этот статус. Нет, ну позиция Европы в этом отношении понятна. Мы готовы принимать беженцев из страны, которая стала жертвой войны, но мы не готовы принимать беженцев из страны, которая развязала войну. А с точки зрения Европы в этом есть с точки зрения россиян, которые ненавидят Путина, в этом нет логики. Получается, ситуация, что Европа заталкивает людей, которые хотят бежать от армии, бежать от войны, они заталкивают мобилизацию, заталкивают назад по Путину, а в свое время, во времена холодной войны, была совершенно другая ситуация, когда и Европа, и США любого ведущего из Советского Союза приветствовало. А тут не... И возвращайся назад, и борись. Ну, вы понимаете, я соглашусь с довезом. И вот мы с Александром, когда начинали эту тему обсуждать, вроде и тот же Шольц объявил громко, что вот приезжайте, мы готовы вас принять, россиян, именно противников Путина, и так далее. Потом как-то это было все свернуто, и очень невнятная позиция именно германской властей по этому поводу, потому что понятно, что много есть противников Путина, и они уже давно выехали. Я вот сейчас не наблюдаю никакого движения по этому поводу. Сейчас вы знаете, что Россия ужесточила выезд, сейчас военнообязанные практически не могут выехать, потому что у них, если он получает даже электронную повестку, у него забирают паспорт. То есть сейчас вообще выехать из России военнообязанному, по-моему, вообще невозможно. Так что этот вопрос сейчас не такой актуальный. Но вот те, кто успели выехать, у них вот они находятся в таком подвешенном состоянии, и я надеюсь все-таки, что их не будут высылать именно в Россию, а будут высылать вот в те страны, через которые они приехали в Германию. Это про условия, что те страны согласятся их принять, потому что вот эта самая конвенция, которую вы упомянули, она распространяется на стороны Евросоюза. Поэтому если человек приехал не через страну Евросоюза, то высылать его достаточно проблематично. Совершенно верно. То есть через Молдавию. Ну да, через Молдавию на самом деле не приедешь, но тем не менее. Окей. Есть нюанс, тебя не впустят в страну. Нужно иметь визу. Насчет виз, кстати, я хотел как раз прояснить. Сейчас вот есть новая информация, что с 1 июня изменится ситуация с выдачей виз именно в Германию, в России. И сейчас перестанут выдавать сами посольства эти визы, а будут выдавать только сервисно-визовые центры, которые работают непосредственно с посольствами. И это будет касаться виз в Германию. И вот, кстати, если кто-то хочет получить гостевую визу, то, насколько я понял, у него будут трудности, потому что потенциальных вот этих беженцев вряд ли они получат визу, потому что есть опасения, что они захотят остаться в Германии и не вернуться назад. Так что вот с гостевыми визами как раз будет непросто. Ну с ними и до этого было непросто, да? Но тем не менее. Давид, про конференцию по минам. В ближайшие дни, 31 мая, в Бегрине состоится конференция по российской агрессии и по вопросу минных полей. Что интересно в этой конференции, почему я обратил на нее внимание, увидев огромное количество публикаций, прежде всего украинских. что тут будет совместно Украина и Азербайджан. Они будут совместно представлять мины, информацию о минных полях и о том, насколько схожа ситуация с заминированными, ну так называемым равнинным Карабахом, где просто вот Азербайджан, ну как Саша сказал, перед передачей находился на первом месте в мире по количеству почеки, находящейся под минами. А сегодня эту пальму первенства, не очень почетную, взяла Украина, которая тоже страдает от российской агрессии. Вопрос к тебе, насколько вообще можно сопоставлять вот минные поля тут и минные поля здесь, и откуда вот у бывших советских военных, что в Карабахе, что на территории Украины сегодня, вот это вот какая-то тупая, тотальная необходимость, минировать все, тотально минировать. Зачем это? Ну мне кажется, что начну с конца, начну с чем. Дело в том, что это такая была тактика еще с советских времен, с советского генштаба, я думаю, ничего после этого не изменилось. И вот параллели не очень корректны, потому что все-таки то, что происходит в Нагорном Карабахе, это длится десятилетиями. В Украине это длится чуть больше года, поэтому это не может не очень корректно сравнить, но по поводу последствий я читал, что, не знаю, насколько это правда, что вот это разминирование может затянуться на десятилетия. Украины. Да, да, это серьезно. Но то, что будет проходить эта конференция, я считаю, что правильно, и нужно сейчас уже этот вопрос поднимать, и прежде всего специалистов, которые в этом разбираются. И насколько я понял, что вот сторона Азербайджана все-таки считает, что она страдала и от Армении вот в этом карабахском конфликте. Понятно, но в данном случае Амин это предоставляла российская страна. Да, да, я совершенно согласен с вами. И вообще то, что вот эта конференция, кстати, она называется «Связанная болью», и ее инициировал, насколько я знаю, но во всяком случае сообщил это народный депутат Украины Егор Фирсов. И она состоится действительно в конце этого месяца в Германии. И я надеюсь, что она найдет освещение и в германской прессе, и в украинской прессе. Так что очень интересно будет посмотреть по результатам, чего, собственно, достигнет эта конференция, чтобы это не получилось, как, знаете, выхлоп какого-то. То есть все, весь пар идет в гудок. То есть очень важно не просто встретиться, поговорить и разойтись. Нужно принять какие-то решения. Нужно, чтобы это имело какие-то последствия. Саш, вот на вопрос к тебе. Поскольку ты из нас троих единственный, кто видел эти минные поля и видел разминирование в равнинном карабахе, в низинном карабахе. Ну вот это ощущение, вот это вот, когда ни вправо, ни влево, вот это работа минеров и десятки человек, которые погибают уже в поле войны. А как это будет в Украине? Война закрылась и решится. Потому что там, я насколько понимаю, площади гораздо больше, чем в Азербайджане. Дело в том, что да, мне доводилось как раз два года назад. Я был в Карабахе, я был в Азербайджане, проехал с группой журналистов по этим разминированным, точнее, освобожденным территориям. И мы присутствовали там, показывали, как разминируют настоящие мины. Мы наблюдали. Меня тогда очень поразила одна деталь. То есть, минер, который занимается вот этим разминированием, я не беру сейчас технические средства, когда там перед танком пускают там специальные там штуки эти, а вот человек, который вручную разминирует за смену, смена у него длится 4 часа, больше нельзя теряется концентрация, разминирует 20 сантиметров площади. 20 сантиметров. То есть, он продвигается на 20 сантиметров. Это кошмар. То есть, такими темпами разминирование занимает огромное количество времени. И не всегда, к сожалению, не всегда можно применить технические средства, потому что, если пересеченное место, когда это ровное поле, там можно применять технические средства. А когда это пересеченная местность, то там только как пластом, знаете, как в старых фильмах, по-другому, собственно, и, может быть, более современная аппаратура, но все равно это задействовано человеком. И поэтому, действительно, это очень серьезная штука. И ощущения, я вам скажу, очень неприятные. Мы когда ехали еще по этим освобожденным территориям, когда там автобус устанавливался, и нам говорили так, шаг вправо, шаг влево, никуда не отходить. Только вот по этому узкому коридору. И, действительно, постоянно есть случаи, подрывается скот, подрываются люди. И, что греха таить, гибнут саперы тоже. Поэтому колоссальнейшая работа предстоит на территории Украины. И затянется это, судя по всему, на долгие годы. Даже при условии активной помощи западных союзников, благотворительных организаций. Есть специальные организации, кстати, которые занимаются разминированием. Это частные компании и так далее. И все равно таких масштабов не было в своеме Второй мировой войне. Я тут должен сказать еще одну вещь, что поразительно, допустим, у нас есть Голланды с нашей стороны, есть Голланды с сирийской стороны, где хорошо поработали российские военные специалисты. И вот с нашей стороны там виноградники, попытка в горах очень трудно ввести, интенсивно-хозяйственные культуры. Но одно из лучших в мире, лучший в мире сакта вин выводится на Голландские высоты. Известные сейчас во всем мире и так далее. Вот это с нашей стороны. А с другой стороны, там, где поработали сирийцы под руководством военных специалистов, там мины, 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 мины. Вот. И, как говорят на Голландах наши люди, они говорят, ну, кто что может, то и сеет. Единственный вопрос к советской военной доктрине, почему сеять разумное, доброе, вечное, это обозначало сеять мирные поля. Вопрос риторический. Спасибо. Спасибо, господа. Спасибо, Евгений Кудрец, журналист Германии. Спасибо, Давид Эдельман, политтехнолог, историк, Израиль. А меня зовут Александр Гурарья. Мы прощаемся с вами. Подписывайтесь, кто еще не подписался на каналы нашего ИТОН ТВ. Всего вам доброго. До свидания. До свидания.